Еще задолго до отпуска многие люди начинают планировать свой отдых за рубежом. Турция, Болгария или экзотический Таиланд этим летом туристические фирмы города предлагают разнообразие стран, которые могут посетить наши соотечественники. В этом году некоторые пляжи Европы уже успели завоевать особую популярность среди жителей Бреста. В этом году все-таки, наверное, у всех в городе Болгария больше всего продается хорошо и авиа, тем более поставили уже авиатур из Бреста, с вылетами из Бреста, он заполняется очень хорошо, сам разогружается. Турция, как всегда, тоже лидер продаж, но в этом году еще плюс Греция продается. Однако, помимо разработки туристического маршрута, не лишним будет узнать об эпидемиологической ситуации в той стране, где вы планируете отдохнуть. Поскольку в некоторых из них существует реальная возможность заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями. В настоящее время эпидемиологическое неблагополучие по чуме отмечается в ряде стран Азии. Это Вьетнам, Китай, Монголия. Последние годы неблагополучны по холере Доминиканская республика и Гаити. И по этой же инфекции уже в течение десятка, а может быть даже и сотен лет, неблагополучны традиционно страны Азии, такие как Индия, Вьетнам, Таиланд. Практически в любой стране мира можно заразиться кишечными инфекциями. Это сальмонолиз, гепатит А, энтеровирусная инфекция, ротовирусная инфекция, ну и ряд других. Прежде чем отправить своих клиентов в чужую страну, туроператор обязан провести подробный стутаж о том, куда нужно обращаться в случае непредвиденных ситуаций. Но, как известно, никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сам. Поэтому, чтобы кроме ярких впечатлений не привести в родные пенаты кишечную или другую инфекцию, нужно соблюдать и от простых, но очень важных правил. Вести себя на отдыхе, соблюдать условия, то, что они проживают в чужой стране, то есть как бы и религиозные взгляды и так далее. Ну, в общем, там все прописывается, куда обращаться в случае, если с ними что-то случилось. То есть все это прописывается в памятках. В первую очередь, чтобы не заболеть кишечными инфекциями, нужно, ну, мойте руки, не только перед едой, но как можно чаще. Мойте все, что собираетесь съесть без термической обработки. Мойте все, что соприкасается с продуктами. Не стоит брать с собой в дорогу скоропортящиеся продукты. И на отдыхе нужно пить только бутилированную воду. Нужно помнить о том, что опасность у нас может подстерегать не только в еде, но и в воде, в песке, на красивых кустах, вдоль дороги, на полянках. Поэтому не стоит отдыхать в местах, не обозначенных культурной программой. Или, к примеру, лежать на пляже без подстилки или ходить по песку босиком. Повышение температуры, появление тошноты, рвоты, сыпи и других подозрительных симптомов чаще всего вследствие смены климата. Но это не значит, что не нужно обращать на них внимание. Пока эпидемическая ситуация в нашей стране, связанная с выездом граждан за пределы страны или завозом заболеваний за рубежа, стабильная. Однако пренебрежение элементарными правилами гигиены может изменить цифры статистики в худшую сторону.